Здравствуйте! В эфире программа «Бумеранг». Мы говорим о здоровье населения республики и об организации здравоохранения. Ежегодно в России на проведение медицинских обследований, на лечение граждан тратится более 500 миллиардов рублей. И, конечно, очень важно, чтобы эффект от этих денег, от вложенных усилий докторов и самих пациентов был еще большим, чтобы достигался результат таким, чтобы человек был здоров, по крайней мере, восстанавливал свою функцию. Поэтому тема сегодняшней программы – реабилитация. О том, что такое современная реабилитация, расскажут нам гости сегодняшней студии, главный специалист Минздрава по медицинской реабилитации Кирилл Нестерин и главный детский специалист по медицинской реабилитации Елена Гурева. Ну что ж, уважаемые эксперты, а в чем отличие реабилитации понятий старое и современное? Ну, понятие медицинская реабилитация определено 40-й статьей Федерального закона 323-го об охране здоровья граждан Российской Федерации. И это понятие звучит так, как комплекс мер, направленных на восстановление утраченных функций или компенсацию какого-то органа или системы. Реабилитация современная подразумевает под собой это мультидисциплинарный подход, когда бригада специалистов включается в восстановление пациента. Реабилитация современная начинается гораздо раньше, чем это было. Ну, раньше считалось, вот вышел человек из больницы, да, и дальше нужно реабилитировать. Теперь реабилитация уже начинается с реабилитационной койки, как только стабилизировано состояние пациента, и можно приступить к физическим мерам реабилитации. Это комплексное воздействие, которое позволяет восстановить пациента и снизить его инвалидизацию, социализировать благодаря вот мультидисциплинарному подходу. Также немаловажно в реабилитации современной – это преемственность, когда пациент с одного медицинского учреждения передается в другое и не теряется из виду медицинских работников, проводится непрерывная комплексная реабилитация на протяжении всего заболевания. Добавлю, что в педиатрии есть два понятия – медицинская реабилитация и абилитация. Абилитация – это формирование навыков у нуждающихся в этом детей. В связи с тем, что в республике достигнуты хорошие результаты по выхаживанию детей с экстремально низкой массой тела, недоношенных детей. Есть эти результаты практически передовые в сравнении с результатами Российской Федерации. Поэтому особенно актуально абилитировать таких детей с первых дней жизни. Ну вот, кстати, два года назад Вероника Скворцова, министр дровоохранения России, приезжала в Чувашию и проходила большое совещание, и она назвала Чувашию золотым эталоном для всей России. Чем мы заслужили такую высокую оценку министра? Действительно, Чувашия была не случайно выбрана как площадка для проведения Всероссийской конференции по реабилитации, потому что в последние десятилетия на территории Чувашской Республики был открыт Федеральный центр тормодологии ортопедии, заработала сосудистая программа на территории всей Республики, открытососудистые центры, и помимо этого развивается работа Республиканского кардиологического центра. То есть основные направления медицинской деятельности, высокотехнологичная медицинская помощь требует того, чтобы эти пациенты, сохраненные жизни их и сохраненные, скажем так, состояния здоровья в дальнейшем реабилитировались, чтобы они были социально значимы и вернулись к трудовой деятельности и в реальную жизнь. Мне очень приятно, что опыт наших врачей получил такую высокую оценку со стороны региональных министерств и ведомств, которые были на этой конференции. И при посещении медицинских учреждений высоко оценили реабилитационную помощь на всех трех этапах оказания медицинской помощи, как в высокотехнологичных учреждениях, так и реабилитации второго и третьего этапов. Действительно, такая оценка дана. Многие коллеги, которые побывали в наших учреждениях по детской службе, в детской республиканской больнице, в восстановительном центре, в республиканском центре для реабилитации детей с ограниченными возможностями, дана высокая оценка нашей работе. В отличие от других регионов, в Чувашии сохранена преемственность и сохранены практически все этапы, в том числе и санаторно-курортной помощи. В отличие от других регионов, в нашей республике система санаторно-курортного оздоровления осталась в государственной системе. И так, например, в нашей республике существует два республиканских учреждения. Это наш санаторий «Лесная сказка» и Чуварлейский бор в Алатарском районе, где оказывается помощь по многим проблемам, которые актуальны на сегодняшний день. Ну, а как можно охарактеризовать общую ситуацию с теми пациентами, которые нуждаются в реабилитации? Можем ли мы сравнить эти показатели с ПФО и с российскими? Основные профили реабилитации на территории Чувашской республики, это, в принципе, как и на территории всей Российской Федерации, это неврология, кардиология, травматология, ортопедия, онкология и неонатология. Вот по этим пяти профилям активно развивается реабилитация. Значит, так, например, за год проходит стационарную реабилитацию 1200 пациентов травматологического профиля, 800 пациентов неврологического профиля и где-то 600 пациентов кардиологического профиля. Показатели охвата религиозной помощи по Чувашии, они сравнимы со средними показателями Приворского федерального округа и составляют где-то 16 процентов охват реабилитационной помощи взрослого населения. Что касается травматологической помощи, поскольку на нашей территории находится Федеральный центр травматологии и ортопедии, то в этой сфере мы лидируем среди всех регионов Приворского федерального округа. Основную нагрузку по реабилитации детей несут два наших республиканских реабилитационных центра. Это Республиканский центр восстановительного лечения при детской республиканской больнице и Республиканский центр для детей и подростков с ограниченными возможностями, в которых ежедневно проходит реабилитацию более 260 детей. В этих двух центрах используется более 65 комплексных технологий, подходов по восстановительным мероприятиям при различных заболеваниях. Кроме этого, в Республике очень хорошо налажена система санаторно-курортного оздоровления детей. Более 5000 детей ежегодно оздоравливаются в детских санаториях по тем профилям, в которых нуждаются дети. Более 400 детей ежегодно уезжают за пределы Республики для оздоровления в федеральных санаториях по направлениям наших лечебных учреждений. Кроме этого, Республика имеет хорошие возможности для продолжения реабилитационных технологий на уровне образовательных учреждений – это школ и детских садов. Какие заболевания, требующие медицинской реабилитации, лидируют в Чувашской Республике? Вообще можно так говорить? Ну, так говорить можно, потому что сердечно-сосудистые заболевания, они лидируют во всем мире по заболеваемости, и Чуваши не исключение, естественно. Не зря даже год сердечно-сосудистых заболеваний проходит. Да, и поэтому вот более 3000 инсультов в год проходит в Чуваши. Заболеваемость по инсульту, по инфарктам миокарда – это где-то полторы тысячи инфарктов, которые все требуют реабилитации. Что касается эндопротезирования тазобедренного состава, то это где-то 2800 протезирований проходит в год в федеральном центре, но из них только процентов 20 – это где-то пациенты непосредственно из Чувашской Республики, которые второй и третий этап уже проходят реабилитации на нашей базе. В онкологии реабилитация проходит открыт центр психологической поддержки ради жизни, и пациенты, перенесшие сложные онкологические операции, допустим, на молочной железе или на внутренних органах, проходит психологическую поддержку амбулаторно на базе онкологического диспансера. Статистика показывает, что в детской практике лидирующими заболеваниями являются заболевания органов дыхания. Поэтому основные силы участковых педиатров, врачей общей практики, врачей образовательных учреждений направлены именно на эту патологию, на своевременное выявление и направление на дальнейший этап реабилитации, в том числе и санаторно-курортные. Ну, обычно мы говорим об устройстве службы, о маршетизации, в отношении реабилитации тоже можно использовать этот термин? Да, конечно. То есть, пациенты каждого профиля, о которых я уже упоминал, каждый этап реабилитации проходит в учреждении здравоохранения, которое определено приказом Минздрава. Что касается неврологии, это первый этап – сосудистые центры, расположенные по всей республике, или, значит, региональный сосудистый центр главного учреждения – это на базе Республиканской больницы. Второй этап пациенты проходят в стационарном отделении городской клинической больницы номер один, а третий этап – это или первая Чебоксарская городская больница имени Осипова. Там специальный проект сегодня реализуется, да? Да, то есть, именно на них делается упор сейчас по третьему этапу по всем профилям неврологии, кардиологии и травматологии. Вот. Или в поликлиниках по месту жительства, где сформирована мультисциплинарная бригада специалистов, которая может оказывать высокотехнологичную реабилитационную помощь. Что касается травматологии – это первый этап, естественно, на базе Федерального центра травматологии и ортопедии. Второй этап в городской клинической больнице номер один – это травматологическая реабилитация. Третий этап, как я уже говорил, то есть, в принципе, такой же подход – или первая Чебоксарская больница имени Осипова, или поликлиника по месту жительства. Если пациент, например, с района, то, в общем-то, должен проходить по месту жительства. Если он может сам дойти до поликлиники, то это уже третий этап реабилитации. Что касается онкологии, то первый этап – это республиканский онкологический диспансер. Второй этап чаще проводится там или терапевтические отделения по месту жительства. И третий, как я говорил, там есть центр на базе онкологического диспансера, называется радиожизненных, в котором проходит психологическую и комплексную реабилитацию пациента. Ну, что, наверное, чрезвычайно важно при таком вот таком страшном заболевании, как рак. Да, и еще вот по кардиологии, да, не сказал, тоже на базе сосудистых центров инфаркта миокарда пациенты проходят первый этап. Второй этап – на базе республиканского кардиологического диспансера. И третий – тоже в поликлиниках по месту жительства. Детская служба как-то отличается? Местом осуществления реабилитационных технологий в детстве в педиатрии являются также все учреждения здравоохранения и образовательные учреждения. Но немаловажным фактором является семья ребенка, которая должна выполнять все заключения и рекомендации врачей, лечащих докторов. Медицинская реабилитация, как правило, проводится также на трех этапах оказания помощи, начиная от уровня родильного дома, специализированных детских отделений, учреждений здравоохранения и заканчивается детскими поликлиниками, участковыми педиатрами и санаторно-курортными учреждениями нашей республики. А можно ли говорить о наличии и соблюдении стандартов реабилитации? К сожалению, на сегодняшний день установленных стандартов на территории Российской Федерации по реабилитации медицинской не существует. Однако экспертным сообществом реабилитологов уже разработана достаточно большая группа клинических рекомендаций для врачей и для специалистов, занимающихся в профиле реабилитации, которые в официальном доступе имеются на сайте Союза реабилитологов Российской Федерации, и мы ими активно пользуемся. Но самое главное в этом то, что Чувашия вошла в пилотный проект по развитию медицинской реабилитации на территории Российской Федерации в числе 13 регионов. Это тоже говорит о том, что высоко ценится уровень развития реабилитации на территории нашей республики. В этом пилоте… Как раз и нарабатываются эти стандарты. Да. То есть, в этом пилоте имеется два этапа. Первый – это обучение специалистов по новой программе реабилитации. А второй – это уже работа по новым стандартам как раз, которые будут утверждены благодаря проведению этого пилотного проекта. В рамках пилотного проекта по медицинской реабилитации будут отработаны три заболевания на территории Российской Федерации. Это инфаркт миокарда, инсульт и эндопротезирование тазобедренного сустава. Чувашия выбрана по всем трем направлениям. И вот эти медицинские учреждения, которые я перечислял, занимающиеся реабилитацией на всех трех этапах по данному направлению, вошли в пилотный проект. Специалисты с этих учреждений будут направлены на обучение. То есть, это в Казань, Нижний Новгород, в Москву. То есть, главные учреждения, которые будут проводить обучение по новым стандартам медицинской реабилитации. Кроме того, в работе врачей пилотных, значит, медицинских организаций будет введена новая история болезни, по которой будет заполняться много, значит, медицинских шкал и параметров, которые позволят оценить эффективность и разработать новые стандарты реабилитации. Ну, чтобы вот это мифическое слово «реабилитация» приобрело какие-то конкретные очертания, понятные не только медикам, да, но и самим пациентам. Конечно. И регистр, наверное, появится. И регистр пациентов должен появиться благодаря этому пилоту. И чтобы стандартизировать помощь и в том числе статистику на территории всей Российской Федерации. Благодаря введению электронной системы мониторирования пациента на всех трех этапах медицинской реабилитации, пациент, как раз вот этот принцип основной комплексности и последовательности реабилитационных мероприятий будет сохранен. То есть, ни лечащий врач, который ведет этого пациента, ни родственники, ни сами пациенты не будут потеряны. То есть, это будет постоянно отслеживаться в режиме онлайн мониторирования. Ну, вот так примитивно говоря, доступно для наших телезрителей и радиослушателей, правильно ли я понимаю, что если раньше человек мог там выйти из республиканской больницы, да, и уехать куда-нибудь в Янтиково, еще куда-то там подальше, да, и потеряться, в кавычках, да, потеряться для участкового терапевта, сегодня это невозможно, потому что уже система будет следить за врачами. Это одно из достижений уже на территории Чувашской Республики, как вот введение региональной системы медицинской реабилитации, информационной системой, которая объединяет все компьютерные, в общем-то, системы в Республике. Уважаемые гости, в современной медицине появилось очень много новых технологий, методик лечения, новых препаратов. Как эффективность всех этих вещей сказывается на организации реабилитационных процессов для пациентов? Благодаря программе модернизации здравоохранения было закуплено большое количество оборудования, которое, ну, самая затратная реабилитация – это в неврологии. То есть, сосудистые центры на сегодня обеспечены минимальным набором оборудования, которое позволяет на первом этапе тяжелых пациентов с инсультом уже начинать реабилитировать. То есть, это и система ранней вертикализации, и различные механотерапии, которая позволяет запустить движение верхних и нижних конечностей в остром периоде инсульта. И современные технологии психологической помощи, социальной поддержки этих пациентов. То есть, это все уже на первом этапе реабилитации. Что касается второго этапа, то закуплено высокотехнологичное оборудование. Это как, например, система «Локомат», которая позволяет вертикализировать и научить, что называется, заново ходить пациента. И применяется пациентам, которые полностью лежачие и не могут даже практически сидеть. Ну, по достоинству, наверное, это особенно могут оценить те люди, у которых случилось в семье такое несчастье, как инсульт, да? Как это все продвинуто, и как это облегчает жизнь семьи в том числе. Конечно. Если пациенты, например, поступают на реабилитацию в лежачем состоянии, а уходят оттуда своими ногами, то это оценивается по достоинству как и самим пациентам, так и его родственникам, потому что они не знают, что с этим пациентом делать и как его восстанавливать. А вот это высокотехнологичное оборудование, помимо «Локомата» есть и стабилоплатформы, которые восстанавливают пациентов с нарушением вестибулярного аппарата. Есть аппараты механотерапии для восстановления функций верхних и нижних конечностей. Есть оборудование с биологической обратной связью – это когда пациент смотрит на компьютер и визуально через компьютер улучшает функцию верхних и нижних конечностей. Это считается золотым стандартом современной реабилитации, и это оборудование есть на территории нашей республики. Ну и, наверное, еще имеет смысл подчеркнуть о том, что ведь у нас вот шесть современных центров построено, да, это огромное финансовое влияние. Да, сосудистые центры. И уровень качества оборудования подготовки врачей, да, везде одинаковый. Хоть в Ядрине, хоть в Чебоксаре. Развитие первичных сосудистых центров с классным оборудованием и с медицинскими кадрами позволяет на первом этапе подготовить пациентов к дальнейшей реабилитации, их максимально социализировать и адаптировать к дальнейшей жизни. В педиатрической службе тоже внедрено много высокоточного, высококлассного оборудования. Так, например, в Республиканском центре восстановительного лечения ежедневно применяются более 40 технологий по физиотерапевтическим процедурам, по водным процедурам. Тоже лечение, допустим, в бассейне малодоступное ранее. Сейчас практически 90% детей, находящихся там на реабилитации, получают все виды водолечения. Создание вот таких двух высококлассных центров реабилитационных является огромным достижением в Республике для развития реабилитации в педиатрии. Республиканский центр для детей и подростков с ограниченными возможностями является пилотной площадкой для Приворского федерального округа для социализации детей. Так, например, дети с глубокими проблемами неврологических, неврологическими проблемами, детский церебральный паралич, амиотрофии. Эти дети в этом центре начинают впервые садиться, впервые ходить благодаря тем технологиям, которые внедрены в центре. Используются такие высококлассные элементы реабилитации, как вертикализаторы, костюмы атлант. Современная школа предъявляет новые требования к детям с ограниченными возможностями. Эти дети должны будут учиться вместе с обычными детками. Поэтому те мероприятия, которые проводят специалисты наших реабилитационных центров, позволяют этим детям успешно социализироваться в обычной среде, успешно справляться со школьной программой и достичь определенных успехов. Таких, например, как в спорте. Успехом, которым гордится вся Чувашия, является то, что наша девочка Елена Иванова стала троекратной паралимпийской чемпионкой. Ну, серьезные достижения. Да, это гордость центра. А у взрослых что мы можем назвать достижениями? Достижениями взрослой реабилитации мы можем назвать снижение инвалидности первичного выхода в течение последних двух лет на более трех процентов. А также, благодаря сосудистой программе и реабилитации на всех этапах, более трех с половиной тысяч сохраненных жизней. И что немаловажно, это и экономический эффект, это более двух миллиардов рублей с экономленных денег. То есть, люди не стали инвалидами, продолжают работать. И меньшая заболеваемость и смертность, естественно, в этих направлениях реабилитации. Ну и, а для каждого человека результат – это его маленькая победа. То есть, когда он реально встал, пошел, он стал независимым в самообслуживании. И, в общем-то, если он еще и вернулся к труду, это вообще замечательный результат. И все дает эта современная реабилитация с мультидисципальным подходом и высокотехнологичным оборудованием. Традиционно, завершая нашу программу, мы говорим о профилактике заболевания, о котором говорят гости в студии. Вот, применяя к реабилитации, можно ли говорить о профилактике? Реабилитация сама по себе является вторичной профилактикой заболевания. Профилактирует инвалидность, улучшает степень самообслуживания пациента. И если реабилитация проводится совместно со здоровым образом жизни, то есть, это отказ от вредных привычек, здоровое питание, дозированная физическая нагрузка, то реабилитация позволяет значительно улучшить качество жизни. Ну, качество жизни это вообще наше все, да? Да, благодаря, в общем-то, чему мы медициной существуем, чтобы помочь человеку быть максимально независимым в этой жизни и чувствовать себя достойно. Уважаемые телезрители и радиослушатели, мне бы хотелось подчеркнуть, что особое значение в любых проблемах детей имеет семья. Именно приверженность родителей и папы и мамы к здоровому образу жизни, к правильному подходу, к своевременному подходу к лечению, который назначили доктора. Вот это приверженность к лечению, да, сегодня модно об этом говорить? Действительно, приверженность к лечению – это строгое соблюдение режимных моментов. Вовремя получить практически все лекарственные препараты, вовремя сделать с ребенком зарядку, провести какие-то закаливающие процедуры, соблюдать режим питания, сбалансированность питания – это огромный успех в лечении и в дальнейшем состоянии здоровья каждого ребенка. Поэтому ваша роль, уважаемые родители, является практически самой важной в сохранении здоровья ваших детей. Ну что ж, уважаемые телезрители и радиослушатели, наша программа называется «Бомеренг», и я еще раз хочу подчеркнуть – все, что мы делаем и не делаем, к нам возвращается. Только на 10% наше здоровье зависит от усилий медиков, все остальное зависит от нас самих. Так что берегите себя и своих близких.